Рамзан Абдулатипов отличается тем, что он умеет формулировать очень точно, очень емкие, очень глубокие какие-то образы, метафоры, которыми он снискал себе популярность до прихода в Дагестан. И многие из нас им гордились, но когда меня позвали в его команду, я отказался, потому что я понимал, что не будет, не реализуется тот кредит доверие, которое ему было выписано в Дагестанском обществе, не реализуется, потому что все будет к краху. Не скажу, что я был правительством, я молодец, остальные не молодцы, но мой опыт взаимодействия с ним, с его командой подсказывал, что не будет вот этого чудесного избавления Дагестана и высвобождения его творческого потенциала, созидательной энергии и так далее. Я не хочу бросаться сейчас прямыми обвинениями, но я вижу чудовищную картину сейчас в чем? Власть дошла до такой степени цинизма, что декларирует добродетели, декларирует честность, декларирует достоинство, декларирует свободы. И при этом отвернувшись, делает все наоборот, абсолютно не скрываясь и даже не пытаясь скрыть это или нивелировать этот эффект. Этот чудовищный эффект, который вот удар по власти был нанесен этой аудиозаписью, выброшенной в сеть, да, по поводу того, как нужно снимать независимых кандидатов. Власть даже не попыталась извиниться, объясниться, как-то вот замылить свои грехи, исправить эту двойку в журнале. Абсолютно как будто ее не было. Вот эта вот чудовищность декларирования одних вещей, тут же совершение абсолютно противоположных вещей. Абсолютное отсутствие стыда, вот когда выходит перед народом, который это все видел, слышал, и который знает уже, кто ты. Абсолютное отсутствие даже покрасневших щек, абсолютное отсутствие желания хотя бы, простите, вы не так поняли, это было не так. Даже вот этого нет, когда нас не понимают уже ни во что не ставят, ни за что, ну пустое место. С пустым местом нельзя изъясняться. Кому? Кому объяснять свою постель, если этого места нет? До такой степени не извести собственный народ, это настолько деформирует сознание, искажает, ломает вообще представление людей о справедливости, о чести, о достойности. Если честь это то, что декларируется сегодня с телевизионных экранов, сотни тысяч дагестанцев готовы плеваться на пустое. Это просто стыд и срам то, что сегодня происходит на дагестанской политической арене. Мне стыдно перед выходцами из соседних республик. Я устал, устал даже оправдываться. Я устал даже ухмыляться. Я просто говорю, знаете, вот есть Талгарта Жудин, за которого никто из нас уже не оправдывается. Ну до такой степени нельзя же было превращать пост, там, я не знаю, или вообще всю политическую липу. У нас коллективный Талгарта Жудин во власти, который говорит об исламе и разбивает потолки шампанска властей на мечети. Ну вот до такой степени просто фарса дошли, ну что сил душевных не остается. Не то, чтобы оправдать, никто уже не оправдывает. Хотя бы даже комментировать или друг другу пересказать уже сил нет. Ну количество маразма надо настолько увеличить. Я воспринимаю это как наказание дагестану от Всевышнего. Некогда наши чеченские братья, когда с ними случилась страшная беда, чеченская война, они говорили, это наказание дало нам за нашу гордыню. Мы были наказаны за то, что мы слишком возгорделись. Возможно, эта доля наказания не такова, не столь сурово, как выпала на долю чеченского народа. Но степень позора, которую сегодня каждый дагестанец ощущает на себе, на своем имени, она давит. Возможно, мы должны пройти через это, вот до самого дна мы должны дойти, деградации, чтобы оттолкнуться и начать строить что-то новое. По крайней мере, я это воспринимаю как мобилизующий фактор на сегодня. И дай Бог, чтобы он так и послужил, так и выступил.